В Беларусь пришло долгожданное лето. Любители активного отдыха распаковали шампуры, палатки и походные рюкзаки. Вместе с тем прибавилась работа и у спасателей. В лесах страны уже заблудилось несколько десятков человек. В Бобруйске на счетчике пока ноль, но сотрудники МЧС на чеку. В этом году создано специальное отделение в помощь первоклассное оборудование для поиска людей. Квадроцикл пройдет даже в самых труднодоступных местах. Максимальная скорость 105 км в час. Техника оборудована звуковой сиреной, световой сигнализацией и даже громкоговорителем. К вездеходу прилагается полноприводная газель с прицепом. Внутри мегафоны и GPS-трекеры. В скором времени появятся и квадрокоптеры, что поможет охватывать большие территории в кратчайшие сроки. Стать жертвой чаще может даже самый опытный следопыт. Что уж говорить о тех, кто отправляется в массив на Абум. Нашим уважаемым жителям все равно хочу сказать, чтобы не забывали с собой, когда идут в лес, заряженные телефоны, при котором тоже с нашей аварийно-спасательной техникой очень легко будет обнаружить. То есть по координатам. С собой в рюкзак также воду, сухпайок и портативную зарядку. Однако целиком полагаться на гаджеты не стоит. В лесу не всегда ловит сеть, а аккумулятор может сесть в самый неподходящий момент. Поэтому не лишними будут карты и компас. Но при выборе гардероба акцент на яркую одежду. И если все-таки потерялись, ни в коем случае не нужно паниковать. Внимание, внимание, гражданин Петров, отзовитесь. После отдыха в лесу весь мусор необходимо забрать с собой. Если в планах разводить костер, нужно подготовить место, окопать территорию и правильно сложить ветки. Плюс заранее позаботиться о способе тушения. И, конечно, огонь всегда должен быть под присмотром. А вот детей лучше держать, подальше. Перед походом в лес важно знать обстановку. Речь идет о запрете на посещение лесов, либо ограничении на посещение лесов. При ограничении на посещение лесов допускаются лишь прогулки по лесу с целью, например, сбора грибов или ягод. Штраф до 384 рублей. Следить за изменениями можно через интерактивную карту Минлесхоза или приложение МЧС «Помощь рядом». Здесь же множество советов для тех, кто готовится провести лето безопасно. Но первое и самое важное правило – быть готовым к любому развитию событий.